Когда со зрителем взаимная любовь. В ДКФИ состоялся концерт автора-исполнителя Юлии Левашовой. Творческое объединение «Оазис», созданное при ДКФИ, объединяющее авторов-исполнителей города, завершает год рядом концертов. Юлия Левашова, одна из основателей «Оазиса», представила плоды своего творчества в минувшую субботу. В Доме культуры ФИИ собрались почитатели таланта, друзья, коллеги и другие облинские любители авторской песни. В уютном органном зале ДКФИ идут последние приготовления. Настраиваются инструменты, настраивается и сам исполнитель. Муж, она у тебя немножко уехала от влажности. Мадир. Вадим, прошу. Вадим Левашов, муж Юлии, поддерживает увлечение супруги музыкой. И более того, сам является активным участником творческого объединения «Оазис». Они нередко выступают вместе. В этом году семейный дуэт стал лауреатом на межрегиональном фестивале в городе Кондрово. В минувшем концерте Юлии помогала и другой участник «Оазиса» Алена Рачкулик. А с Аленой Рачкулик мы знакомы очень давно. Она была совсем еще тогда маленькой девочкой. Сейчас уже вот какая красавица выросла. Мы все вместе живем и работаем в мужском объединении «Оазис». И понятное дело, что мы всегда как-то сочетаем наше творчество. Кто-то сольно, кто-то вместе. Ну вот так. Тем временем зрители уже занимают свои места. И артисты не скрывают волнения. Для Юлии Левашовой каждое выступление – это своя отдельная история. Раньше я писала стихи. А потом в 15 лет я научилась играть на гитаре. И тогда начались песни. И вот с тех пор как-то вот и пою. Сегодня на ее счету победы на крупных всероссийских и международных конкурсах авторской песни. Участие в международных фестивалях в Таллине, Санкт-Петербурге, Курске и других городах. Как признанную авторитетную артистку, Юлию регулярно приглашают в жюри различных конкурсов. Например, таких, как Всероссийский фестиваль «Куликово поле» в Туле. Или хорошо знакомая горожанам «Обнинская нота». Левашова, кстати, является автором гимна этого конкурса. Но, несмотря на это, автор-исполнитель сохраняет скромность. На улицах пока не узнают. Один раз был случай, когда я пришла в окридж, и медик говорит, я вас знаю, вы песни поете. Было такое, узнала одна женщина. А так, город маленький. Кто знакомый, тот и здесь. За время существования «Оазиса» Юлия Левашова выпустила два авторских альбома «Искупаться в полнолунии» и «Новое солнце». И в этот вечер в ДКФИ прозвучали в основном авторские произведения, в том числе несколько новых песен. Искренние и душевные, темповые и мелодичные. Определить какой-то определенный жанр композиции вряд ли возможно. Здесь есть как джазовые нотки, так и фолк, песни с народным характером. И главное, они близки и понятны зрителю. Зрителю, с которым у автора особенная взаимная любовь. Мои песни все в основном о любви. Все. Все о любви. Поэтому, как я люблю, так, может быть, и меня кто-нибудь полюбит. Вот. Так что, это обмен эмоциями, когда люди приходят в зал слушать твои песни. Я им отдаю свою любовь, и они мне дарят свою. Вот так. Александр Мурашов, Евгения Борода, Александр Бесфамильный, телекомпания «Крылья».